Не знаю, кто из мудрецов сказал, но человек, владеющий информацией, владеет миром. И абсолютно не важно, где вы находитесь. Главное, кто с вами дружит. Если вы дружите с телевидением, то хоть на буранке будьте. Если вы торгуете хорошим товаром по приемлемой цене, товар востребованный, то это залог успеха. Привлекли телевидение, и у вас все получилось. Потому что российский, советский человек, он привык к слову «дефицит». И за дефицитными моделями пластиковыми я ехал и в Сибай, и в Верхневральск. Сегодня и благодаря магазину стендового моделизма дефицита нет. Почему он переехал сюда? Ну, потому что в предыдущем месте люди, вероятно, решили заработать на чем? Ну, организовать какой-то бизнес и тупо его слить. Естественно, им абсолютно чихать на мелких предпринимателей. Потому что, ну как же, мы же жирные такие. Естественно, мелкий предприниматель, да и предприниматель вообще, видя такую ситуацию и ситуацию с космической арендой, может подумать, а как жить-то дальше? Кое-кто повесится, кое-кто, ну, сопьется, закроет бизнес. А кое-кто и самый мудрый найдет место, заведет товара больше на ту самую дельту. Небольшой аренды и той, космической. И за вполне приемлемую сумму пригласит, ну, допустим, меня. Либо ТВМ, либо ТНТ. Ну, в общем, контор много, выбирайте, с кем работать. Меня лично радует то, что сегодня здесь, сейчас. Я могу себе купить гораздо больше истории. Да, магнитка – очень дорогой город. И любая раскрученная точка становится лакомым куском. Эту исключительно тупую точку зрения мы и будем рушить постепенно, но планомерно. Так вот, сразу и в лоб. Мекки стендового моделизма, как и мекки качественных и здоровых игрушек в гостином дворе нет. Нет и не будет. И кто бы не хотел повторить успех, успешный и прикрытый моим лично вниманием магазин переехал в другой торговый центр. Более разумный и не такой слабый на парковочные места. Это место располагается между двух транспортных артерий, проспектов Ленина и Карла Маркса, в аккурат посередине, по улице Советской Армии. И, слава богу, добраться сюда гораздо проще. Меньше пробок и объездные дороги как с запада, так и с востока имеются. Поднимаемся на второй этаж и, минуя зомби-контору, в серединке находим искомое и тихое местечко. И начинаем, как говорится, тупить. В смысле, глубоко и отрешенно задумываться. Потому что от ассортимента глаза разбегаются. И, если честно, то хочется всего много и сразу. Дело в том, что здесь продается время. Очень дефицитный продукт. Точнее, часть времени. История. И вот так вот и грустно, и смешно. Грустно, потому что понимаешь, что вырастает, точнее, что выросло из поколения, которое шло за нами. Ну, минус 10, минус 20 лет. Смешно. И смеяться приходится над собой. Потому что, оказывается, историю-то я не знал. Хотя, когда-то мы, выпускники, допустим, 35-х, когда любой школа вообще, выпускники Советского Союза, гордились тем, что историю мы знаем. Ну, история была под определенным углом нам показана, что мы великие и могучие. Да, мы великие и могучие. Мы надрали задницу самой большой и самой могучей машине, военной машине Второй мировой. Но, куда все делось-то? Все переплавилось в печку Магнитогорского экологического комбината. И мы, живя здесь, в городе Металлургов, можем задать вопросом, почему было не оставить хотя бы по одному экземпляру? Стрелковое вооружение, танков, самолетов, да всего чего угодно. Представляете, какая история? Та история страны победителей и история страны побежденной. Потому что эти 5-6 лет, это был мощнейший технологический всплеск. При этом Америка-то сохранила историю. Там есть и «Тигры», и Т-34, и все стрелковое вооружение, и самолеты. И сегодня мы, похоже, боремся с поносом, извините, путем закрытия туалетов. Потому что 20 лет назад я, Родион Савельев, кто держит сейчас камеру, знал, как сделать термическую смесь. Ничего сложного не было, она, извините, не взрывается. Это сейчас, когда лидеры государства в количестве 2 штук радеют за историю. Другие лидеры, ну там, одно согласно переставить, они убивают нас. Потому что тот же пермагонат калий ничего не купить. Я зашел в магазин, не увидел никаких наглядных приспособлений для уроков химии. Ну ладно, у нас есть все-таки часть истории. Благодаря вот этому магазину, стендовому моделизму. Потому что даже зайти, не купить, а зайти и посмотреть на те вещи, которые я раньше не видел, получить информацию, это уже дорогого стоит. Так что, ну, часть вашей истории, это здесь. Естественно, мало того, что вы получаете какую-то техническую грамотность, историческую в том числе, вы можете и понять, как и с чего это сделано. В прошлом выпуске мы показывали модель масштаба 1 к 32, самолет. Вот сплошку, ну не знаю, прихожу и от восторга просто пищу. 1 к 6, пушечка небольшая такая, 37 миллиметров. Ну или 50, я не помню. Была у меня такая пушечка, но не такая, но хорошие были игрушки в Советском Союзе. Вот таких размеров, это только бронесчуток. Представляете, красотища стоит на столе, вот такая штука. Все, ум отъешь и вообще. Вот. К сожалению, мы сейчас теряем и гражданскую авиацию. Я недавно смотрел интернет, как разбирали на ВВЦ Ту-134. Честно говоря, поступил бы, как поступил мародер в романе Беркеме. Просто это зарезал, извините, но... А по-другому как? Нельзя так с историей обращаться. Но есть замечательные модели, которые собрать можно. Если не умеете собирать, ну, утрюки есть и соберут. Ну и естественно, про то, чего вы сейчас не увидите, но можно заказать. Вот. Это, как говорится, опять же из молодости. 1975 год, вышла первая история «Звездных войн». Мы ее посмотрели чуть-чуть позже. Вот. И вот тут замечательный фалкон, который я сегодня дома соберу. Соберу буквально за 15 минут. Вот так вот. Это только начало моих мыслей. Сейчас продолжу. Вернулся в 1984 год. Сейчас покажу модельку. Вот тут увидел. Так, секунду, 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 секунду. Во, во, нашел. Это вот такая штука. Это единственное, что продавалось в то время в Советском Союзе. Я его вживую видел, потом уже в Гуа, год назад, почти полтора, когда приехал туда. Порадовался исключительно за индусов. Те к истории своей умно относятся. Сейчас у меня точно такое же выражение. Потому что, ну, наверное, все-таки я в душе плюшкин гипертрофированный. Все забрать не получится сразу. Потому что очень много. Представляете, сколько здесь было вначале? Сколько стало? Более 500, да я думаю, что тысяча моделей. Разных, пожалуйста. Увлекайтесь корабликами, пожалуйста. Увлекайтесь самолетиками, пожалуйста. Космосом увлекайтесь. Вопросов нет. Танки, пожалуйста. Хотелось бы еще стряковое оружие, но это в будущем. Вот. До, чем сейчас увлекаться не получается, потому что все опять это решили, типа, кризис. Все. То есть спортивные модели автомобилей. Если не получается купить, допустим, Nissan Skyline. Нет, если хотите, можете мой купить, недорого продают. Если нет, вот совсем 1250 рублей. Toyota Supra. Есть в городе такая. Но она не такая, как мой Nissan Skyline. Она такая красивая. Мой Skyline такой. Можно супрочку собрать? А Subaru Impreza в том кузове, в котором уже не делается. Toyota Corolla, Mitsubishi Evo. Все, что угодно. Где ваше желание? Вот небоскреба, небоскреба. Я маленький такой, так пел в свое время. Человек, который приехал в Америку. И офигел. Я, если честно, прихожу и постоянно офигеваю от ассортимента. Того магазина, который вы раньше видели в гостином дворе. Он тут перемещался. Теперь, я надеюсь, и на долгое время не переместится. Отсюда, с улицы Советская Армия, по-моему, дом 27, либо А, либо еще какой-то. Ну, здесь рядышком пшитно располагается. Вот напротив дворец Всероссийского общества. Прямо здесь все теперь мека-стендового моделиста. Мне сегодня задали вопрос. А как привлечь ребенка, который ничем не хочет заниматься? Ну, ничем не хочет заниматься. Кроме компьютеров, там, и ковыряния в носу. Честно говоря, вот ответ. Посмотрите, кто стоит перед вами. Перед вами стоит 37-летний человек, который сделал себя сам. Он ездит на шести автомобилях, последний в стадии доработки. Он не бедный человек. Он, ну, в меру лысый, в меру толстый. Ну, более-менее интеллектуально образованный. Будет ли с вашего ребенка такой же толк примерно? Может быть, он перерастет меня? Если да, то, ну, как говорится, флаг ему в руки. Если нет, то надо немножко все-таки позаниматься. И кое-чему научиться вместе. Как то, работать руками, головой. Включать фантазию, в конце концов. Думать на перспективу. Ведь подумайте, купили одну модель, да? Она определенных денег стоит. Ну, небольших, правда. Захотелось побольше, но надо поработать и головой. Вот так вот можно вырасти из овоща настоящего инженера. И хотелось бы еще раз вспомнить историю, отраженную в мудрости российского народа. Не место красит человека, а человек место. Если он инициативен и целеустремлен, если не наживой токма, а еще и интересом живет, если труд его востребован, то, господа, обращайтесь ко мне. Первоначальный дисконт и качественную раскрутку обеспечу. Главное не зажиреть. Хотя на место неповоротливых всегда придут те, кто захочет двигаться и расти. В данном случае мы ничего конкретно не придумывали. Вот этот счастливый обладатель БТ-7. Я сейчас пойду за другими вещами, после того, как закончу эту работу, потому что не могу. По-детски вижу и от восторга, когда вот такую прелесть вижу. Ну, в общем-то, искренне поздравляю вас. Спасибо. Все-таки частичку истории вы знаете. Про расположение скажу. Располагается в очень удобном месте. Кстати, тот, кто ИСТФАК заканчивает, ВМГМА, да, есть такая... Ну, короче, в общем, неважно. Рядом пединститут добрый. Вот улица Ленина и проспект Карла Маркса. И между ними улица Редская армия. Как раз посередине вот это новое здание. И здесь вот она, история живет. Редактор субтитров А.Семкин